Телеканал КРТ представляет А именно чтение очень забавного произведения, выдержанное с тонкой сатирой, а именно Конституция Украины, день рождения которой мы отмечали недавно, выбирая любимые статьи из этого акта, может быть даже правового. Правда, читая эту забавную книжицу, все не определись, расхохотаться, набрав полное легкие воздуха, или пустить скупую мужскую слезу, в тексте можно просто отыскать умопомрачительные вещи и право на достаточный жизненный уровень, доступную медицину с жильем, бесплатная социальная гарантия и, о ужас, право на свободу слова, довольное использование русского языка, это статья 10, часть 3. И это ерунда, когда читаешь колоссальные по своей красоте строки, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Во как! Просто гордость берет за то, что ты украинец и можешь самостоятельно решать судьбу своего государства, доверять штурвал от Украины патриотам и профессионалам, которые поведут ее по бурлящим морям мирового океана к светлому европейскому будущему. Но не тут-то было, уважаемый гражданин Украины, конституция в этой стране давно растоптана и раздавлена, забыта и унижена. И тяжело уже сказать, когда это случилось. Отслеживая сегодняшнюю информационную реальность, приходишь к однозначному выводу. Власть плевать хотела на основной закон и на мнение народа. Действуя не то, чтобы не прислушиваясь к общественному мнению, а наоборот, вопреки ему. Здесь и президент, который обещал референдум по земле, и закон о народовластии, и бешеный принтер зеленого большинства в Раде, и грантаеды, имитирующие канадийский диалект и распинающиеся в эфирах про концепцию украинской национальной идеи. И это при том, что никакая идеология не может признаваться государством как обязательно. Конституция Украины запрещает узурпацию власти. А как назвать ситуацию, когда страной в реальности руководит узкий пул олигархов, а также смотрящие от западных фондов, а должности в государственном аппарате раздаются к умовьям, любовницам, коллегам-артистам или просто по гороскопу? Разве это не политическое мошенничество и рейдерство? Все ведь законно, скажут прикормленные от госбюджета хроматские ДИЧИ. А призывать к насильственной смене режима – это преступление. Псы режима и службы безопасности, помимо крышевания контрабанды, обелечивания бизнеса, зорко следят за тем, чтобы из рта общественности не выплескивалась неприятная правда на головы мужей государевых. Власть можно менять только в законный способ. Во как! Есть ли у европейской, украинской нации действительно законный способ сменить власть? Разве Гитлер, Сталин, Кучма и Янукович были у власти незаконны? Разве нынешняя монопартия не может подогнать любой закон под себя? В этом и суть. Законно не значит легитимно. Реальных рычагов в правовом поле повлиять на правящий режим у гражданина нет. Поэтому раз выбрали ставленника олигархата, клоуна и прислужника всех режимов, украинским президентом, то будьте добры терпеть его, пока колесо истории не сметет эту шайку на воришей куда-нибудь поближе к Лондону. Что делает человека, действительно принадлежащим к европейской и свободной цивилизации? Туристический безвиз, вышиванка и флаг ЕС на покосившемся заборе? Совсем нет. Европеец это самодостаточный гражданин с правом сместить в любой момент свою власть, которая для него не поставщик пятой точки для целования, а просто наемный менеджер. Право народа на насильственное, революционное изменение строя, которое нарушает естественные права, отстаивается в работах как великих просветителей, руссо-монтенские родищев, так и в нормативных актах свободных стран, Великая Хартия Вольности, Декларация прав человека и гражданина, Биль о правах. Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, свобода на стремление к счастью, что для обеспечения этих прав люди создают правительство, справедливая власть которых основывается на согласии управляемых. Это Декларация независимости США, 1776 год. Классики писали, что для коммуниста все дело заключается в том, чтобы выступить против существующего положения вещей и изменить его. Буржуазные законы – суть воли господствующего класса, призванная сделать существование капиталистов наиболее комфортным. Управляешь ли ты реально страной и для тебя ли написан основной закон? Ответишь себе осенью, когда будешь сдавать идиотам тест, именуемый местными выборами. На что имеешь право ты? Реальное право. Спеть гимн, одеть вышитую рубашку, походить гордым по разваленному центру своего города. Да и это завоевание нашей революции достоинства. А вот на что можешь повлиять в этой стране? Да ни на что. Раб с декларативной конституцией. Власть, плюющая на основной закон, плюет и на народ, от имени которого этот документ и был принят. Утрись и батрачь дальше. Данный блок не является кремлевской пропагандой и не финансируется в рамках операции «Шатун». Слава Украине! Крым – это Украина, Украина – это Европа. Ешьте конфеты «Парашен», смотрите 95-й квартал и прикладывайте портреты президента Владимира Зеленского к больным местам. Всех благ. Огонь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова